Только будь богатым! Хоть бы ты был богатым! Что? То есть вы хотите сказать, что мои 12 миллионов вы отдали Сулумейту, а взамен я получила 2000? Серьезно? Дочка, доброе утро! Ты же порадуешь нас с папой? А? Что? Ну сегодня день, когда твой счет поменялся на счет Сулумейта. Он же богат, правда? О, да! Он сказочно богат, мам! Это отлично, я и не сомневалась. Тогда может сходим в Шанель? У них новая коллекция. Знаешь, в этот раз коллекция не очень. Я возьму только эту футболку. Оу, обычно тебе все нравилось. Ну ладно, а я выбрала вот эту кофту. Ну что, ты сегодня платишь? Отметим твое новое состояние. Да, мам! С вас 1560 долларов. Бет, привет! Кейтли, привет! Представляешь, счет моего Сулумейта был в 5 раз больше моего. Теперь у меня 40 миллионов долларов. Вау, круто! А у тебя что, меньше? Знаешь, так, чуть-чуть. Ну ладно, у тебя было 12 миллионов, стало 10, ничего страшного. Ага. Пойдем после школы в нашу кофейню, как обычно? Да. Ваш кофе, мисс, вас 150 долларов. Что? Как такое возможно? Бет, ты чего там возишься? Мой счет, он глючит. Странно. У всех остальных все работает. Ну ладно, я заплачу за тебя. Что мне делать? 100 долларов? Я на эти деньги даже кофе себе купить не могу. Как мне жить? Я так и знала, что что-то не так. Кейтли, ты неправильно поняла. Я вообще о другом говорила. Ну да, ну да. Тогда докажи. Идем прямо сейчас. Ты купишь новую сумку от Шанель за 10 тысяч долларов. Тогда я тебе поверю. И не стану никому рассказывать. С вас 10 тысяч долларов, мисс. Мисс, можете оплачивать. Ну что, все-таки ты бедная теперь? Завтра об этом узнают все, включая твоих родителей. Срочные новости. Молодой бизнесмен Кристиан Грей сегодня обрел целое состояние. Теперь его имущество насчитывает 1 миллиард долларов. Девушка, вы будете платить за сумку? С вас 10 тысяч. Да не будет, она бедная. Дайте мне еще одну такую сумку. Для моей мамы. С вас 20 тысяч долларов. Как ты это? У тебя ведь не было денег. С чего ты взяла? Я просто проверяла тебя. Что? Ты о чем? Проверяла, насколько ты хорошая подруга. У меня 1 миллиард долларов, дорогуша. Чего? Не может быть, я... Ты предала меня. И заплатишь за это. Бэт, мы же подруги. Не смеши. Мам, я дома. Дочка, что это у тебя? Ты ходила без меня в Шанель? Это тебе. Какая сумка? Она же очень дорогая. Теперь я могу позволить нам любые сумки. Ты же мое золоце. Здравствуйте, я хочу обнулить деньги человека. Это возможно? А сколько у него денег? 40 миллионов. Чтобы обнулить такую сумму, вам придется отдать в 3 раза больше. Я готова за это заплатить. Обнулить деньги моей бывшей подруги, Кейтли. Секунду. Все готово. Бэт, ты слышала? У Кейтли стало 0 долларов. Серьезно? Мне ее так жаль. Теперь ее отчислят из нашей лицей школы. Да ее уже отчисляют сегодня. Ой, она идет. Я знаю, что это из-за тебя. Кейтли? Ты о чем? Как я могла забрать твои деньги? Это незаконно. Ты каким-то образом обанкротила моего сулумейта, но не думай, что тебе это сойдет с рук. И что же ты сделаешь? Я заберу твои, чтобы мы были на равных. Я найду твоего соула и сделаю что угодно. Выкраду их или сожгу, но оставлю тебя ни с чем. Поняла? Ага. Встречайте, Элизабет, самую богатую девушку в нашем округе. Сегодня она пожертвует 100 миллионов на нужды города. Здравствуйте. Да, у меня действительно на счету 1 миллиард. Но люди часто не верят мне и думают, что я просто вру. Поэтому перед тем, как пожертвовать деньги, я пройду проверку. Прямо тут, при всех. Чтобы люди узнали, что я не вру и замолчали навсегда. На это событие собрался весь город. Давайте уже начнем проверку. Вы готовы, Элизабет? Как никогда. Подключай прибор. Ааа, очень странно. Что там? Наверное, это глюк. Показывает, что у вас 0 долларов. Что? Это невозможно. Проверим еще раз? Ваш аппарат просто глючит. Я отказываюсь от проверки. Хорошо, тогда просто пожертвуйте 100 миллионов городу, как вы и обещали. Знаете, в другой раз. Да у нее просто нет денег. Да, мы так и знали, что ты врешь. Твой соул, бедняк, у него 0 долларов. Это было ужасно. Что произошло? Мой соул был миллиардером. Как у него стал ноль? Сара, привет. Эм, привет. Ты чего? Слушай, все знают, что у тебя нет денег. А в нашем кругу такое не любят. Все-таки мы все богаты. Ах, вот как. Я тебе на прошлой неделе сумку за миллион купила. Спасибо, ну, я пошла. Элизабет, что вы делаете в школе? В смысле? То же, что и все остальные, я учусь. Все видели вас по телевизору и прошли проверку, и у вас на счету всего 0 долларов. Но это не мой счет, а счет Сулумейта. Какая разница, жить ты на этот счет вам? В общем, я очистаю вас, вы лишняя в нашей элитной школе. Никаких но. Просто превосходно. Я даже не могу ничего продать. Не могу никак заработать, потому что эти деньги просто уйдут моему Сулумейту. Что за тупые законы в нашем мире? И почему он никак не хочет заработать? Он вообще обо мне не заботится. Дочка, ты чего тут расселась? А что мне делать? Иди в обычную школу, не будешь же ты теперь на нашей шее сидеть и бездельничать? Элизабет, что с вами? Эта парта вся в чем-то испачкана. Я не хочу к ней прикасаться. Знаешь, тебе лучше начать вести себя нормально, иначе тебя тут научат манером. Ты пришла сюда учиться, ты больше не богата, поэтому сиди и пиши, как все остальные. Эй, ну приветик. Кейтли, ты что тут делаешь? Из-за тебя я теперь учусь в этой школе, а теперь ты учишься тут из-за меня. О чем это ты? Это я украла все деньги твоего Сулумейта. Я думала, ты сама догадаешься. Что? Я всем расскажу. Тебе никто не поверит. Теперь я всю жизнь буду красть у твоего Сулумейта. И ты всегда будешь с нулем, привыкай. Либо мы можем договориться, чего ты хочешь. Я хочу, чтобы ты стала моей прислугой. Что, прости? Что слышала? Будешь убираться, готовить мне и чистить мои туалеты. Это же максимально глупо. Ты отобрала у меня все, и я буду получать удовольствие, когда буду видеть, как ты чистишь мои туалеты. Поэтому мне пофиг, глупая ты или нет. И я напомню, что у тебя нет выбора. Что? Это твой дом? Откуда у тебя такой дворец? У тебя ведь нет денег. Ну, вот так вот вышло. Я не обязана тебе что-либо рассказывать, но я нашла своего Сулумейта и оказалось, что он роскошно живет. Ну все, у тебя куча работы. Можешь приступать. Бэт, это правда, что ты теперь работаешь у Кейтли домработницы? Откуда ты уже об этом знаешь? Она пост в интернет выложила, об этом теперь все знают. Вот курва. Да, наверное, тяжело быть миллиардершей, а потом стать прислугой. Да иди ты. Эй, привет. Неужели ты та домработница, о которой говорила Кейтли? А что вас так удивляет? Она говорила, что ты отвратительна, но ты выглядишь прекрасно. Она брала, а ваше лицо кажется мне знакомым. Я Кристиан. Кристиан Грей. Что? Когда по новостям показывали, что Кристиан Грей разбогател на миллиард, на счету моего сулумейта появился миллиард. Это не могло быть совпадением. Я думала, он мой сулумейт. Эй, почему ты так резко убежала? Что-то случилось? Мне кажется, я кое-что поняла. Можно узнать, на вашем счету сейчас есть деньги? Нет, на счету у меня денег нет. Но вы ведь были миллиардером. Вы потеряли свое состояние? Нет. Когда я встретил Кейтли, она предложила мне хранить деньги в сейфе. И я все снял. В этом есть логика, теперь я могу использовать их. А вы могли бы сейчас закинуть на счет какую-нибудь сумму? Надо кое-что проверить. Ну, хорошо. Я положил. Вы положили 10 долларов? Да. Как ты узнала? Потому что Кейтли не ваш сулумейт. А кто тогда мой сулумейт? Эм, видимо это... Что здесь происходит? Чего ты пристала к моему сулумейту? Ничего не хочешь объяснить, Кейтли? Я хочу лишь сказать, что наш договор расторгнут. Теперь я буду до конца жизни оставлять тебя с нулем. И ты больше не моя домработница. Вали прямо сейчас, или я вызову охрану. Да, пожалуйста. Ам, я не знаю, что мне делать. А что произошло? Помнишь Кристиана Грея? Мужчину, который недавно стал миллиардером? Да, он мой сулумейт. Но Кейтли обманула, что он ее сулумейт. И убедила держать деньги в сейфе, а не на счету. Так расскажи ему. Как? А как в наше время рассказывают правду? Выложи видео. И таким образом Кристиан Грейм мой сулумейт, а не Кейтли. Я могу пройти любые проверки и доказать это. Или проверьте ее. Положите на счет любую сумму. Она в жизни не угадает, потому что я ваш сулум. Что там? Видимо, он проверяет. Алло. Привет, это я, Кристиан. Встретимся? Так это ты мой сулумейт? Да, Кейтли обманула вас, чтобы отомстить мне. Ты не против, если я и тебя проверю? Да, хорошо. Вы положили 14 долларов. Да, а сейчас? А сейчас 22. Так это правда. Эй, зачем ты обманула меня? Думаешь, у меня есть время играть в твои игры? Я нашел своего сулумейта, и теперь все кончено. Сейчас я верну свой миллиард на счет, и Бет больше никогда не будет ни в чем нуждаться. Ну попробуй. Что ты сделала? Я сожгла все ваши деньги. Совет вам. Да, любовь. Ты сожгла 1 миллиард долларов, Кейтли? Ты сошла с ума? Я не позволю тебе жить лучше меня. Не надо было лезть ко мне, и ничего бы не было. Ты за это ответишь. Ну да, и что вы сделаете? Вы теперь снова на дне. Срочные новости. Кристиан Грей, который недавно обрел целое состояние, потерял его. Говорят, его сожгла сумасшедшая фанатка. Что будет делать миллиардер? Неизвестно. Я не знаю, что делать. Я шел к этому всему. Я был счастлив. Как она могла так поступить? Крис, знаешь, если ты смог один раз, сможешь снова. Ты трогал деньги с моего счета? Нет. Значит, у тебя есть 12 миллионов, чтобы вернуть свое имущество. Вперед. Ну что, Бет, ты вернула соула? Да, мам. Но эта дрянь сожгла все наши деньги. Вы заработаете снова. Я в вас верю. А я-то тут при чем? Ты должна помочь ему. Элизабет, это правда, что ваш соумейт Кристиан Грей? Да, и что? А правда, что ваша бывшая подруга спалила все ваше состояние? Зачем она это сделала? Потому что она завистливая с... Тяжело ли будет вам теперь быть бедными? Что вы собираетесь делать? Вас это не касается. Тебя так и не вернули в твою прежнюю школу? Нет. Она элитная, и чтобы быть в ней, надо иметь на счету хотя бы 10 миллионов. Я их добуду, обещаю. Крис, не торопись. Делай все, как делал раньше. Тогда это была случайность, везение. От случайности не случайно. Бет, есть шанс увеличить состояние до миллиарда. Ты сделай это. Есть риск потерять почти все. Я думаю, надо рискнуть. У тебя получится. Ну что? Что там, Крис? Я это сделал. У нас снова миллиард. У нас получилось.